Постройка зомбофермы В принципе здесь ничего сложного нету. Начнем пожалуй с основ. Что нам следует учитывать? Во-первых, из спавнера мобы рождаются в достаточно темном месте. Второе, мобы рождаются с хорошей частотой, когда вокруг спавнера на расстоянии 8 блоков нет других мобов. Третье, вы должны находиться в радиусе 15 блоков от спавнера, чтобы он срабатывал. Соответственно, мобы рождаются также, надо отметить, в произвольном месте в пределах определенного радиуса. Самый оптимальный радиус вот я здесь выбрал, то есть это комната, 2 блока от спавнера вниз, 3 блока вверх и 5 блоков до каждой стены. На мой взгляд это самая оптимальная и эффективная конструкция. Здесь над спавнером я поставил 3 блока. Сделано это для чего? Когда зомби рождаются, они могут появиться в произвольной точке. Поскольку вас они не видят, то сразу не атакуют. Если зомби родится на спавнере, он нарушит у нас правила вот этих 8 блоков. То есть ферма будет работать не так эффективно. Приступим непосредственно к постройке. Допустим, вы уже расчистили комнату. Теперь нам нужно сделать систему, которая потоками воды будет отправлять мобов в нужное нам место. Делается это следующим образом. В каждом углу мы размещаем источник воды. Далее, в середине нам необходимо сделать отверстие, куда будет засасывать зомби. Опять же, нам нужно, чтобы вода смывала зомби в это отверстие. Для этого делаем следующее. Здесь убираем один блок и ставим деревянные ворота. Потом прокапываемся под них и убираем блок под ними. Это надо закрыть, рабочие отверстия. Теперь, вокруг спавнера мы углубляемся на один блок и должны выкопать отверстие 5 на 5 блоков. Вот так. Это позволит воде заполнять это отверстие и непосредственно смывать всех мобов в сторону ворот. Ворота воду не проводят, поэтому дальше она не потечет. Открываем ворота и вот от этого уровня на 4 блока вниз мы должны выкопать отверстие. То есть, раз, два, три, четыре. От этой точки также на 4 блока копаем в сторону. И еще на 4 блока вниз. Вот это будет финальная точка, где будут собираться наши мобы. Где мы их будем непосредственно фармить. Здесь мы делаем отверстие в стене напротив вот этого прохода. И располагаем там источник воды. Он будет смывать нашу добычу дальше. Пока его давайте прикроем. Напротив отверстия, непосредственно вот над последней дыркой, мы ставим табличку. Это сделано для того, чтобы вода не стекала вниз. Давайте восстановим здесь все как было. И вернемся наверх, чтобы запустить нашу ферму. Почему я использую именно вот такие размеры, то есть 4 блока вниз. Там, в сям. Это сделано как раз для того, чтобы мобов относило на оптимальное расстояние. Итак, у нас открыты ворота. Мы погасили свет. Все готово. Давайте включим, скажем, сложный режим игры. И посмотрим. Разумеется, рождение мобов занимает определенное время. Вот они родились. Три штуки. И теперь они борются за то, кто из них первый умрет. Потоками воды их смывает к дыре, как вы видите. И засасывать непосредственно в сам механизм. Ну, разумеется, следующие зомби будут точно таким же образом засосаны вниз. Вернемся к основной части механизма. Зомби у нас разбрелись. Почему? Потому что мы вот здесь забыли поставить ограничения. Вот это отверстие на четыре блока вниз, внизу требуется поставить еще один блок, чтобы зомби не расползались. Давайте избавимся от нежелательных свидетелей. И продолжим рассмотрение механизма. Как видите, следующая партия уже в механизме. Потоками воды отсюда вот зомби смываются и падают вниз. То есть копятся в определенной точке. Так, пожалуй, следует сделать звук потише, чтобы они воплями нас не доставали. Теперь, в принципе, все готово и можно уже оставить вот так. То есть просто мечом убивать зомби, которые будут стоять на одном месте. Но для облегчения жизни можно еще поставить поршень. Поршень выдвигает блок и немножко душит наших зомби. В принципе, можно их убивать целиком вот так. Но, естественно, опыта мы не получим. Получим только гнилое мясо при этом. Тоже, в общем-то, не особо интересно. А можно оставить и, как видите, мы получаем опыт. То есть все нормально. Так, кажется, я разрушил лишний блок. Давайте вернемся в мирный режим, чтобы мобы исчезли. Ну и посмотрим вот здесь. Здесь просто от рычага идет дорожка на поршень. Вот он. Поршень выдвигает один блок. Блок на расстоянии одного блока от основания. То есть он фактически на уровне головы мобов. Что позволяет их душить. Кстати, вот здесь надо минимум три блока, чтобы было до основания. То есть четыре блока вообще в глубину копать. Для чего? Зомби прыгают. Монстры, в принципе, достаточно глючные в Майнкрафте. То есть они могут чуть-чуть проходить через блоки. Если мы оставим здесь вот так высоту в два блока, они будут зацепляться за край воды и могут вот так выскакивать наверх, что снижает эффективность фермы. Ну, когда у нас нету здесь блока, то есть три блока глубиной, торчат только ноги фактически от зомби, мы вполне спокойно можем их фармить. В принципе, вот здесь, наверное, было бы удобнее сделать еще на один блок глубже, что позволит вам по-прежнему убивать монстров и не испытывать никаких проблем. Но, к сожалению, у меня спаунер нашелся только очень глубоко. Здесь у меня все, конец карты вниз. Так что уже подберете по необходимости прямо по месту. Как видите, конструкция достаточно простая. Никаких сложностей у вас при постройке возникнуть не должно. Здесь, опять же, дополнительный плюс. Вам нет необходимости делать все это в темноте. То есть наверху у нас вполне себе темно. Но спаунер работает на свою полную мощность. А внизу вы спокойно убиваете зомби, получаете опыт, гнилое мясо. Ну и развлекаетесь как можете. Надеюсь, данная конструкция вам понравилась. В принципе, конечно, каждый использует свои методы. Но, возможно, вам такая вот идея опасного сосала пригодится. Не забывайте оставлять ваши комментарии, оценки к видео, подписываться на канал. До следующих встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok